Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Принципы и перспективы создания нового коммунистического интернационала». Идет занятие «Первый секретарь ЦК ВТС» Витера Ахайчкин. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Тему озвучили. Тема, она такая актуальная и интересная. Поэтому я думаю, что мы сегодня с вами вместе немножко разберем вопрос в теории. Что такое интернационал, как мы его понимаем. Второе. Сделаем небольшой исторический обзор. Что было, какие интернационалы были и так далее. Третье. Проведем анализ сегодняшнего состояния коммунистического движения. То, что мы знаем. И всяких разных смежных имеющихся интернационалов. Ну и в заключение мы обменяемся мнениями. В какой точке мы находимся и какой вообще перспективы. Вот сегодня создание нового или воссоздание настоящего ленинского коммунистического интернационала. Сделаем эти выводы. Поэтому приступим к этому делу. Вот первое, что бы я хотел всем нам напомнить, что букварь наших манифест коммунистической партии впервые был издан в 1848 году. В котором изложены все основные и фундаментальные принципы нашего учения научного коммунизма. И вот рассказывается, анализируется, разжевывается, раскладывается вся наша теория. И в конце два друга наших учителя, Маркс Энглесом, подводят черту и заканчивают эту работу какими словами? Каким призывом? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Правильно. И восклицательный знак в конце стоит. Пролетарии всех стран соединяйтесь. И отсюда у каждого, не только у нас с вами, а на тех, кто прочитал еще в 19 веке, значит вставал вопрос, так надо соединяться. Есть вопрос в том, как соединяться. Ну а международное объединение людей вообще называется интернационал. Международное объединение. И поэтому всякие разные объединения, так или иначе, очень часто берут на себя название. Мы интернационал. И ниже мы коснемся, мы знаем, что есть и четвертые интернационалы, и черные интернационалы, и профсоюзные интернационалы, и социалистические. Ну и разные всякие. Значит, лозунг был провозглашен. А дальше в истории мы знаем, что первый интернационал был создан в 1864 году. Если я не ошибаюсь, в году, значит, митинг проходил. Проходил митинг в Лондоне. Митинг проходил по поводу солидарности с восстанием рабочих в Польше. И вот на митинге принимали участие разного рода, сейчас бы сказали, левые, а тогда были лейбористы, социалисты, анархисты. Много было иммигрантов политических в Лондоне. И вот на этом митинге был выдвинут, так сказать, тезис, и он был поддержан на то, что давайте создадим интернационал в расшифровке Международное товарищество рабочих. И было их дело проголосовано. Марс присутствовал, кстати, на митинге. И ему было поручено, он не выступал на нем, но ему было поручено разработать документы этого интернационала, а именно программные положения и уставные положения, что он добросовестно не выполнил, кстати. Поэтому вот датой образования первого интернационала считается 64-й год, 19-го века, значит, Марксу было поручено, Маркс добросовестно отработал, и было создано первое международное товарищество рабочего. При этом основные мысли манифеста, естественно, были закреплены так иначе в документах первого интернационала. Главный, что ли, тезис, который там был закреплен, что завоевание политической власти сегодня стало обязанностью рабочего класса, велением времени. А дальше, значит, первый интернационал занимался тем, и в своих документах расшифровывал их практической деятельностью, как это сделать. Значит, участвовало в работе первого интернационала ну, примерно в районе двух с половиной, десятков тридцати различных секций, прежде всего из стран Западной Европы, но потом чуть пошире были представители США и прочее. Уже внутри первого интернационала шла директическая борьба. Прежде всего между анархистами и марксистами, как скажем сейчас, да, очень важные выводы были сделаны на конгрессах этого первого интернационала. И вот посмотрите, конгресс, дай Бог память, третий конгресс коминтерна первого, тогда еще он не был коминтерным, просто, прошу прощения, интернационала, значит, гласил, что не только рудники, шахты, леса, фабрики и подобные средства производства должны быть обращены в общественную собственность, но и земля. Вот это, кстати, был разногласный пункт с большими группами, в том числе анархистов и так далее, но большая часть анархистов на этот момент все-таки поддержала, и, так сказать, он был принят. Значит, первый интернационал нес в себе элементы демократического централизма, он сразу же, по крайней мере, мыслился, как единая организация, которая имеет секции в разных странах, иногда в одной стране несколько этих секций, сюда входили не чисто партийные структуры, тем более, что тогда еще, как бы сказать, теория про строительство находилась, или понималась, скажем, по-другому, сюда входили различные рабочие организации, по союзной организации и так далее и тому подобное. Еще хотел обратить очень важное внимание на такой пункт, который, ну, дальше будет запровождать историю и других, так сказать, интернационалов, и прочее, что в практической плоскости одним из главных направлений деятельности Максов, соответственно, и интернационалам ставилась задача организовать трудящихся в общество сопротивления. И расшифровывалось. Синдикаты, профсоюзы, то есть организация, то, чем мы сегодня мы с вами обозначаем, как организация рабочих профсоюзов, борющихся профсоюзов в этих делах. Просуществовал первый интернационал не так долго. Значит, после гонений, которые, значит, начались, особенно после Фарижской коммуны, его деятельность постепенно затихала, потом, значит, центр был перенесен в Соединенные Штаты Америки и объявлено о распуске интернационала первого в 1876 году. Второй интернационал, значит, был образован в 1889 году при участии Энгельса, кстати. Мы ко второму интернационалу относимся с вами не очень хорошо, да? Тем не менее, он образовывался, когда, так сказать, и считалось, что он поднимет знамя первого интернационала, будет, значит, ступенью развития, двигаться вперед и так далее. На учредительной конференции, которая была приурочена к столетию взятия Бастилии, участвовало порядка 20 разной организации, примерно из 20 стран в этом делу. Значит, анархисты в нем участвовали меньше, борьбы, так сказать, было меньше, а теоретическая борьба, как нам с вами известно из истории, она развивалась уже по линии, так сказать, марксистской, революционной, с оппортунистами. Проявилось это в наиболее таком ярком виде, с приближением и с началом Первой мировой войны. Вот до Первой мировой войны все выглядело очень даже, как бы, вдохновляюще, подавало большие надежды, все продерживались революционных позиций, все стояли, так сказать, на позиции науки, теоретиков было очень много, очень уважаемых, так сказать, людей, фамилии которых нам с вами, так сказать, известны. И именно этому, второму интернационалу, принадлежат такие вот выводы, как, невозможность союзов с буржуазией, недопущение вхождения в буржуазные правительства, протесты против милитаризма идут, это все было правильные позиции, все они голосовались и признавались, но, когда настал момент, грянула, так сказать, Первая мировая война, значит, испытания на прочность, это вот идейная, что ли, обществе не выдержала, как вы знаете, значит, большинство и вполне авторитетных партий, и политиков, которые, значит, ее возглавляли, один за другим принимали решения в поддержку военных бюджетов, в поддержку своих правительств, голосовали, то есть заняли, ну, сугубо оппортунистические позиции. И только российские большевики, значит, шесть депутатов из Государственной Думы прямо направились куда? В Смольный. В Смольный потом, это еще, еще это, скажем, еще это старше, в Сибирь, в Сибирь. Честь движения спасли также, значит, социалисты болгарские, которые назывались тесняками, а также один депутат немецкого Реставиа, кто? Липник. Да, Карл Липник. Вот история второго интернационала, значит, ну, принято считать, что на этой точке он утратил свою прогрессивную сущность, так сказать, и почти прекратил существование, хотя, значит, дальше, значит, он преобразовывался несколько раз, в конце концов, на его базе, значит, затем был, значит, основан известный нам сегодня социалистический интернационал или социал-демократический, буржуазный интернационал, а большевики прошли, пошли, так сказать, другим путем вместе с Владимиром Лениным. Значит, сейчас я, прежде чем продолжить нашу историю коммунистической линии, так сказать, сделаю несколько отступлений, скажу, значит, несколько слов о социнтерне, да, вот социалистический интернационал, который логически продолжает линию переродившегося второго интернационала, так далее, значит, он возродился уже в 51-м году, только, но он прямо провозгласил при своем возрождении, что он берет, значит, преемственность от второго интернационала, от тех производных, которые на базе второго интернационала были там объявлены, с разными всякими названиями, надо смотреть, и после этого этот интернационал, в общем-то, играет роль объединения социал-демократических и во многом правящих партий всего мира, не только Европы, хотя большинство там составляют Европы, значит, на сей момент, ну, вот отчет у меня есть цифры 2009 года, дальше я специально не залезал, не смотрел, значит, около 160 партий из 126 стран мира являются членами этого социалистического интернационала, так или иначе, там есть постоянные члены, есть там со статусом всяких разных консультативных членов и прочих, старейшим и, может быть, наиболее влиятельным является социал-демократическая партия Германия, очень интересно отметить, что там есть и российская партия, на сей день какая? Справедливость, справедливая Россия, правильно, вот профессор знает, он правильно говорит, а в принципе, почти, ну не почти все, многие наши так называемые социалисты при своем образовании подавали заявку в социнтерн, а именно, Ваня Рыбкин со своей социалистической партией трудящихся подавал и очень хотел, социал-демократы, которые были, более того, партия Родина на одном из съезда, который в 2004 или 2005 году мне довелось присутствовать, приглашала большую делегацию на свой съезд и в принципе с надеждой вступить в этот самый социалистический интернационал. Но после того, как эту Родину слили в состав справедливой России и Рогозин послушно этот маневр выполнил, эту же линию логически завершала уже партия под руководством Миронова или небритого социалиста, как его называет наш друг и товарищ Зюганов. Возвращаемся к истории коммунистического интернационала. Значит, большевики взяли власть и в девятнадцатом году еще время ой-ой какое горячее, еще гремит значит на просторах России война, еще интервенты значит пытаются все это задушить и тем не менее Ленин считает необходимым, нужным разработать принципы в том числе условия создания действительно коммунистического третьего интернационала. Большинство из нас сидящих в этом зале впервые его в интернационале услышали наверное из кинофильма Чапаев где Фурманов спрашивает ты за какой Василий Иванович за второй или за третий и еще мы с вами разницы теоретической между ними не знали но запомнили что надо быть за тот за который Ленин да это вот Ленин третий интернационал создал и в девятнадцатом году значит был создан третий интернационал а в двадцатом году значит был принят устав и организационные принципы вступления в коминтер вот очень важно отметить что Владимир Ильич значит несмотря на то что он был ну как бы сказать довольно терпелив в идеологических спорах да очень-очень много усилий прикладывал к тому чтобы разъяснить доказать убедить привести так сказать к нужной точке зрения и прочее прочее при всем при этом значит сделал вывод вот из истории второго интернационала что бывают моменты когда надо идти на размежевание и надо называть вещи своими именами и применять оргмеры и вот эти оргмеры вылились значит в 21 условие приема в коммунистический интернационал который называется ленинскими условиями значит они выданы вам в качестве справочного материала и потом можно будет все это дело обновить на что я хотел вот здесь обратить внимание значит вот главный вывод из истории второго комминтерна я так вот думаю что он показал что оппортунизм бывает не просто отдельным уклоном некоторых партий или людей или чего-то он может принимать очень большие масштабы и порой может захватить практически движение в целом вот крах второго интернационала показал как раз вот эту возможность забегая вперед скажу что наверное крах КПСС и так сказать ошибки они вот этот момент подтвердили вот широта так сказать болезни и так сказать степень распространения могут в такие размеры принимать что несмотря на то что есть у некоторой части и понимание да есть люди которые борются есть так сказать отдельные части или целые организации которые стоят на правильном пути нет не получается в целом значит вот принимает такие большие масштабы это дело значит третий коммунистический интернационал создавался на принципах именно демократического централизма и может быть очень-очень большой долей централизма при этом создавался как единая организация вот в уставе говорилось что по существу дела коммунистический интернационал должен действительно и фактически представлять собой единую всемирную коммунистическую партию отдельными секциями которым являются партии действующие в каждой стране ну и так сказать соответственно в этих 21 условиях это все еще так сказать раз расшифровывалось обыгрывалось детализировалось и прочее и прочее я думаю что справедливо будет сказать вот так вот для понимания что в этих условиях вот в этой линии при создании коммунистического интернационала получила свое логическое развитие вот та борьба которая велась с Владимиром Ильичем по поводу первого пункта устава РСДРП помните здесь не только так сказать признавать и помогать сочувствовать так сказать делу а непосредственно участвовать и подчиняться и выполнять вот это так сказать линия которая реализовывала значит в работе второго интернационала на момент где-то 25 до 27 года участвовало 50 и более партий нет я имею ввиду что значит по количеству оценивается примерно что под влиянием под руководством Коминтерна работало до 3 миллионов человек в ту пору но эти миллионы были очень и очень по качеству не слабые потому что до сих пор буржуазная пропаганда то и дело видит руку Коминтерна то там то здесь или когда разбирает какие-то события или чего-то кроме всего прочего нужно отметить что совместно наверное лучше такое слово сказать с Коминтерном работал коммунистический интернационал молодежи который в своих рядах на тот момент вот это 30-е годы объединял ну до миллиона человек вот какие-то были так сказать силы ну а дальше для общего нашего понимания надо сказать что фашисты пришли власти Германии и создали антикоминтерновский пакт черным по белому было написано именно антикоминтерновский цель этого блока разгром большевизма разгром коммунистической заразы разгром и так далее к заслугам комминтерна надо отнести анализ ситуации научное определение фашизма который мы с вами проходили на отдельном занятии и так сказать рассматривали в теории и более того значит по большому счету вторая мировая война это была война наиболее реакционных элементов буржуазии то есть фашизма с перспективой коммунизма с линии рабочего класса с линии на прогресс и основная заслуга комминтерна это разгром фашизма фашистской германии это при всем при том что значит если дальше нам в истории разбираться и мы можем это отдельное занятие посвятить вообще-то комминтерн был распущен в 43 году был заменен комминформ бюро дальше международное сотрудничество партии продолжалось в различных видах в том числе в регулярных совещаниях коммунистических рабочих партий которые проходили значит с опорой на советский союз и под руководством значит коммунистической партии советского союза это уже следующая история ошибок было допущено достаточно поскольку мы знаем все закончилось временным как мы считаем поражением социализма и КПСС но это ничто не может вычеркнуть из истории самой славной страницы которую можно однозначно смело записывать в актив комминтерна это разгром фашизма значит 20 века теперь я бы хотел значит перекинуть мостик и сделать некоторый обзор сегодняшнего состояния не только коммунистического вообще левого движения значит в мире и посмотреть какие формы значит объединения существуют используется с кем мы имеем дело как мы уже с вами отметили в самом начале значит объединение проходит не только коммунистических сил а всяких разных можно сказать даже всех поэтому на уровне второго интернационала было проведено размежевание с оппортунистами тех времен которые преобразовались в социалистический интернационал и довольно честно называют себя социал-демократами так сказать продолжают в открытом виде проведения своей буржуазной линии однако это не значит что в самом коммунистическом движении было покончено с оппортунистической линией вообще нет значит оппортунисты развивались совершенствовали придумывали разные всякие новые модели осовременивали марксизм а ревизионисты всех времен действуют по флагам осовременивания и со временем значит развилось такое учение как еврокоммунизм дальше получились еврокоммунистические партии и прочее и где-то на рубеже 89 года вру не 89 наверное 99 восьмого девяносто девятого года когда образовывался евросоюз и органы евросоюза представительный европарламент вот тогда была выдвинута инициатива и поддержана о создании евро-левой партии значит евро-левая партия была дай бог памяти создана сейчас скажу значит в девяносто девятом году значит она объединяла те партии которые в своей резолюции у них была одного из первых учредительных конгрессов которые ориентировались на социальную экологическую демократическую мирную и солидарную европу если это расшифровать перевести на нормальный понятный язык что капитализм нужно не уничтожать а нужно его реформировать и сделать приемлемой пользование прочее прочее по этим делам где-то к современным временам имеется 2010 год в евро-левой партии состояло уже 64 партии и организации ну с разным опять статусом значит для чего мы с вами делаем этот некоторый экскурс к евро-левым потому что евро-левые объединяют как они заявляют разные коммунистические социалистические и зеленые партии и целый ряд партий которые имеют в своем названии слово коммунистическое причем партии которые зачастую имеют славную историю в прошлом за своими плечами они входят в это самое евро-левое объединение например компартия франции компартия испании и даже наши знакомые компартия молдовы во главе с ну может быть одним из немногих президентов который два срока отсидел коммунистом так сказать компартия молдовы вот при этом я бы хотел вот что отметить значит дальше мы двинемся к тому чтобы значит еще есть форма объединения наиболее широкое объединение партий коммунистических и рабочих которые на сегодня действуют оно значит известно под список солиднет под таким термином речь идет о том что в 98 году по инициативе компартии Греции начались регулярные совещания коммунистических и рабочих партий первые 5 или 6 совещаний прошли в Афинах потом в разных странах сегодня порядка 90 партий обреднены вот этой формы солиднет в том числе мы входим в эти совещания принцип образования был такой что кто на тот момент был дееспособен так сказать не прыгнулся приехал участвовал встал тех так сказать и записали поэтому бывает из одной стороны там две партии три рекорд по моему четыре есть надо посмотреть так а дальше был создан определенный регламент и стали уже это дело так сказать отсеивать не всех допускать не всех пропускать не скажу что есть в этом регламенте какие-то хотя бы слегка похожие ленинские принципы да чтобы по содержанию по приверженности к марксизму ленинизму или чего-то принцип там один если та партия которая первая записалась возражает против того чтобы следующая сейчас так сказать сюда попала то к сожалению регламент говорит ну вот мы не можем так сказать допустить хотя случаи бывают абсолютно анекдотичные я помню как значит представители одной на протонистической партии будут там называть ее когда рассматривалось заявление значит второй рабочей партии из этой страны вдруг они во все услышание сказали как же мы можем принимать этих деятелей когда они нас называют абортунистами социал предателями пособниками буржуазии и в общем так сказать по тексту почти то самое что мы часто говорим в адрес парламентской партии тут на наших просторах здесь я хочу подчеркнуть вот тот момент что не зря мы вспомнили про евролевых потому что целый ряд партий которые входят в список солиднет и участвуют вот в тех форумах которые основные на сей день международные и существующие они входят или участвуют в работе и евролевых партий понимаете вот это характеристика момента характеристика ситуации разброда и шатания характеристика той степени неопределенности которая еще существует сейчас вот в левом движении значит с чем приходится разбираться кроме этого существует еще ряд объединений партий поменьше по масштабам имеется ввиду и по количеству участников а именно это международная конференция максиско-ленинских партий и организаций СИПОМОЛ скажем так да она существует с 94-го года объединяет около 20 небольших коммунистических организаций Германии Колумбии Бенин Чили Испании ФРН и так далее и тому подобное неплохие в общем-то люди с некоторыми из ними у нас есть контакты например с рабочей партией Турции ЕМЭП да они все примерно стоят на позициях что значит реставрация капитализма в СССР с 20 съезда началась идет расхождение с нами состоит наверное в том что у них после 20 съезда социализма уже и не было а это был социал-империализм и чуть ли не наша помощь той же Кубе это уже не помощь а акт агрессии там еще по этим делам это рабочая партия ЕМЭП входит в список Солиднет это я тоже что есть вот эти пересечения понимаете еще есть международная организация называется международная координация революционных партий и организаций ИГОР так объединяет порядка 40 партий всяких разных вот один из ее тезисов который тоже не подлежит так сказать сомнению с которым мы согласны что главной опасностью для подъема международного революционного движения на сегодняшний день были и остаются влияния реформизма и ревизионизма на рабочее и народное движение представителем наших знакомых вот в этом сообществе является например марксистско-ленинская партия Германии это ребята такие ведущие значит ну мы аисты в простонародье иногда их называют мы их принимали у себя вот мы с Михаилом Васильевичем даже писали предисловие к книге Вилли Дикута о крушении социализма здесь они во многом вот с первой который называл перекликаются по своим оценкам или чего-то хотя во многих отношениях достойно уважения например тот же Штефан Энгель являлся и наверное является представителем шахтеров Рура в переговорах с правительством провинции там которые они ведут и делают был опыт неудачный опыт инициатива я бы даже сказал создание больших интернационалов всех кто называется социалистами коммунистами и так далее эта инициатива принадлежит уважаемому ныне покойному Лугачавесу значит она у него выдвигалась и эта инициатива выдвигалась одновременно с созданием им социалистической партии Венесуэлой тогда он объявил о том что мы создадим самую крупную социалистическую партию и не только предлагал а буквально требовал и даже прессовал компартию Венесуэлы что они тоже должны войти в эту партию в социалистическую и так сказать работать все вместе что тут делить нельзя дробиться и прочее прочее это был сложный момент сложный момент коммунисты Венесуэллы советовались с нами вот мы вместе встречались сюда приезжали и вместе была выработана линия что это неправильно будет что раствориться в этом большом объеме это значит плохую услугу оказать трудящимся рабочему классу Венесуэллы потому что вы оставите их без научной составляющей борьбы без научного коммунизма теории поэтому может быть вам будет несколько неудобно и больно так сказать но вы должны чаю это прямо сказать продолжать работу сотрудничать эту линию товарищи выдержали и эту же линию значит проводили вот мы греческие товарищи тогда в ответ на эту инициативу давайте сходу создание вот этот новый интернационал все вместе без учета различий и так далее сказав что нет нам сначала надо значит разобраться с теорией развеживаться в определенной степени а если создавать то создавать надо не просто интернационал а интернационал коммунистических партий на вполне определенных принципах это вот то что известно из истории ну и довольно интересно что можно сказать на сегодняшний день по значит ситуации в солиднете вот в этом сообществе с которым мы работаем и с перспективами движения в сторону интернационала коммунистического вообще значит я думаю что до как бы сказать создания интернационала нам еще очень далеко если мы обратимся клиническим принципам создания второго интернационала 21 условия к третьему интернационалу прошу комментировать которые у вас на руках то основным главным обязательным пренепременным принципом было не только признание диктатуры пролетариата но и пропаганда этого принципа причем пропаганда практическая практической работы как писал Владимир Ильич он публицистом был очень неплохим да он писал что недостаточно признавать это на губах надо признавать делом надо так сказать работа это дело доказывать и прочее и дальше из этого первого принципа первого условия вытекал целый целый наверное половина пунктов которые в этих 21 условиях содержатся размежевания с иллюзиями и всякого рода центристскими левоцентристскими и отзыв ненадежных элементов и работа в профсоюзах проведения соответствующей и прочее но возвращаемся к принципу первому и непременному вот как с этим принципом в нашем сообществе в этом я уже рассказывал сейчас немножко повторюсь дело было в Южной Африке наверное это была 11 встреча может ошибаюсь коммунистических рабочих партий и рассматривался итоговый документ декларации не сказать что это очень там содержательный что ли документ но документ который говорит о том что партии вместе они продолжают бороться они так сказать будут крепить свое единство обращают внимание на какие-то наиболее актуальные горячие моменты и вот в этой декларации была записана такая фраза значит коммунистические партии значит борются против оппортунистов которые отрицают классовую борьбу и далее идет продолжение этой фразы значит я на заседании рабочей группы как мы как члены рабочей группы и прочее обращаю внимание что товарищ вообще бы надо нам эту речь поправить потому что понятно что хотели люди сказать но это научно неверно потому что оппортунисты они не отрицают классовую борьбу они ее признают классовую борьбу даже буржуазные там специалисты партии признают оппортунисты не доводят признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата в этом так сказать смысл на что после некоторых дебатов за которыми мне было довольно трудно следить с моим так сказать слабым знанием английского языка но тем не менее ответ был горестный такой что нет это не своевременно нам это не подойдет а наши лучшие друзья греки сказать сказали знаете вектор к сожалению если мы с вами вместе поставим этот вопрос на голосование в нашем сообществе то пожалуй нас с вами исключат а провести добиться этого пункта нам не суда это 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 характеристика сегодняшнего состояния значит партии причем как бы сказать это еще лучшее ну так более-менее в этом деле значит какие есть тенденции вот в этой самой организации и направления движения первое значит при том что это и на сегодняшний день довольно довольно ну размытая что ли такое или с широкими границами сообщества есть идея что давайте мы его еще расширим вносится предложение что давайте мы упростим условия приема и будем принимать все оппозиционные все прогрессивные все партии и движения имеются ввиду левые патриотические народные зеленые ну то есть близко к евро левым чтобы догнать по по массе по численности по например товарищи из Ливана так сказать это приглашают и прочее это не проходит значит вместе с греческими товарищами ряда других пока мы упорно настаиваем на том что нет давайте все-таки наша встреча будет именно встреча марксистских партий именно коммунистических и рабочих партий другой вопрос что пока далеко и не не принимаются как бы сказать линия на выработку критериев потому что каждый раз возникают значит аргументы что не дай бог нам обозначить противоречия и развалить то есть хрупкое единство которое есть мы его должны беречь как зеницу ока и прочее поэтому давайте не будем и надо тем не менее вот то что есть значит ли это что нет никакого движения в сторону ну как бы сказать создание или как направление хотя бы обозначение направления в сторону коминтерна и единство коммунистических сил нет кое-что все-таки делается и есть значит вместе с рядом партий 11 партий стояли вот у истоков этого движения было принято решение обозначить коммунистический полис ну такая терминология вот принято может быть и для того чтобы этот коммунистический полис был виден для того чтобы его так сказать знали для того чтобы он мог вести свою работу и показывать это дело значит мы вместе будем издавать журнал коммунистический значит журнал называется коммунистический обзор. Значит, 11 партий вошли в его редакцию, потом еще добавились. Так, значит, вышло на сегодняшний день 6 номеров этого журнала. В том числе ведутся там определенные теоретические споры, есть и разногласия, и довольно неслабые разногласия, и по серьезным вопросам, например, по ленинской теории империализма. Тем не менее, вот такое начало положено, сделано. Должен сказать, что есть уже и, как бы, положительный результат. Например, одна из партий, довольно уважаемая и дружественная нам партия, значит, рабочая партия Бельгии, которая в свое время руководила Люда Мартенс, которая, помните, приезжала к нам сюда на 80-летие октября, выступали, так сказать, в демонстрации участвовали, прочее, прочее. На сегодняшний день, после смерти Мартенса, пришел новый руководитель по фамилии Мертенс, теперь уже, которые, значит, повернули вправо, и которые откровенно проводят линию на то, чтобы, значит, не надо нам, так сказать, возврата к сталинизму, мы не хотим повторять тот опыт, который был, и мы, значит, откровенно связываем их с преступлениями, прочее, прочее. И на пути они находятся, я уже не просматривал сейчас, но к Евролевым они уже, так сказать, совсем близко одной ногой стоят, и в конце концов они вышли, или как, они написали заявление о приостановлении своего членства и работы в рамках журнала-редакции. А почему? Мы спрашиваем, обоснуйте, пожалуйста. А мы против того, что вот этот самый, в декларации журнал обозначил, что он объединяет настоящие марксистско-ленинские партии и прочее-прочее. Это, ну, как бы не скромно, получается, что остальные не марксистско-ленинские, что ли? Ну, им ответили, так получается по-другому. Раз вы приостанавливаете свое членство, значит, вы этим заявляете, что пока мы не соответствуем, мы не являемся марксистско-ленинской, поэтому мы приостанавливаем. Вот, на эту тему написана статья Мертенс, не Мартенс, посмотрите, она на сайтах висит, на английский язык, сейчас ее Ирина Маненко переведет и, так сказать, будет двиняться. Кроме этого, вот, движение в сторону коммунистического полиса, известно такое образование, которое создано опять с нашим участием, греческих товарищей, всех партий, которые входят в комобзор, кроме бельгийцев, опять же уже, создано такое объединение, европейской, коммунистической инициативы, так, она в основном рассматривает европейские проблемы, в основном, во многом сосредотачивает свое внимание на борьбе именно с евролевым направлением, но это понятно, потому что Европа здесь, и сейчас, дай бог память, около 39 партий составляет это дело. Если говорить о делах еще более близких к нам, вот сюда, то на территории Советского Союза существует два, по-крупному, два объединения, значит, одно вокруг КПРФ, называется СКП, КПСС, а второе это просто с названием КПСС, куда из республиканских партий на сегодняшний день входят РКРП, Белорусская партия трудящихся, Компартия Азербайджана и Коммунистическая партия Таджикистана, а также целый ряд групп партий, именно их назвать пока нельзя, товарищи, Казахстан, Молдова, Литва, значит, Латвия, Кыргызстан, Узбекистан, может быть, кого-то еще что-ли забыл поэтому. Говорить, что по идейным признакам принципам мы, так сказать, в этом сообществе уже соответствуем с ленинским оговоренным и прочим, я думаю, будет нескромно, но само желание соответствовать и двигаться в этом направлении в соответствующих документах прописства. Выводы на часы уже смотрим, я бы хотел узнать такие. Первое, что коммунистический именно интернационал может быть реализован только как единая организация. Вот все остальные, они, наверное, имеют право на существование, от многих из них есть польза, так, или интерес, где-то какой-то, но это не ком, интерн, или что-то. Второе, значит, идейной и организационной основой коммунистического интернационала может быть только марксизм, ленинизм, разработанные принципы Владимира Ульича, значит, при создании второго интернационала и, конечно, учет опыта, причем опыта в широком смысле, как положительного, так и отрицательного Советского Союза и КПСС, потому что если не сделать соответствующих выводов из этих событий, то кстати, анализ опыта показывает, что в тех работах, которые у тех же греков есть, у них есть тезисы о причинах поражения социализма в СССР в Восточной Европе. Я бы даже сказал, что не только наши позиции близки что-то, они написаны с нашим участием, потому что очень много усилий мы приложили к тому, чтобы вместе с товарищами или пройти, или передать им этот опыт, научить и прочего. Третий момент, на который надо обратить внимание, который мы сегодня должны учитывать, это второй коминтерн создавался, когда большевики были у власти, то есть они были правящей партии, да, и при этом третий, 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 прошу прощения, контрольная комиссия может записать, то есть я к чему, что так, коминтерн, когда большевики были правящей партией, и они уже могли использовать те ресурсы, которые имеются, значит, для того, чтобы оказывать не просто идеологическую, не просто, так сказать, техническую какую-то помощь, политическую, но и организационную, материальную, кадры посылали, средства, вплоть до оружия, или что-то, поэтому были такие случаи, вот когда на тех же совещаниях с Олиднет, кто-то вставал там и говорил, что мы не должны ни в коем случае не повторить опыт, вот печальный опыт прошлого, когда большие партии диктовали вот там во всех концах мира, всем партиям и прочее, прочее, что мы отвечали, слушай, кто бы нам сейчас так подиктовал, да помог, да, это самое, вложился в эту подтянул по этим делам, так вот сегодня, к сожалению, те партии, которые правящие и носят в своем названии определение коммунистическое, прежде всего Компартия Китая, так, они заинтересованности в развитии международного коммунистического движения никакой практически не проявляют, все у них сводится к одному, что лучшей помощью это будут успехи социализма с нашей китайской там спецификой или где-то чего-то, отдельный вопрос там разбираться и интересно это, насколько это помощь, насколько там возможны ошибки, можно туда или сюда, значит, но ждать про продвижение что ли в этом направлении, к сожалению, не приходится, я имею в виду в связи с китайской компартией, а может быть даже и вредно, потому что то влияние, которое совершает со спецификой и так далее, оно в общем-то влияет на те партии, которые есть и но есть и интересные моменты, например, коммунистическая партия Вьетнама, как нас Владлен Константинович учил, это сегодня единственное государство, которое в своем названии имеет слово социалистический, да, республика Вьетнам, значит сегодня какое число у нас? 18-е, значит через два дня на заседании рабочей группы в Турции, в Стамбуле будет, предлагает следующую встречу коммунистических рабочих партий провести во Вьетнаме, это первое предложение отправящей партии провести встречу коммунистических рабочих партий на собственной земле, на территории, я думаю, что скорее всего это предложение будет принято, да, и будет возможность у партий встретившись на вьетнамской земле и в более что ли свободном регламенте обсудить эти дела, потому что так сказать наверное там плюс один-два дня можно ведь добавить и иметь соответствующее время и более детально ознакомиться с тем значит насколько движение и коммунистической партии и Вьетнама в целом соответствует нашему пониманию движения в сторону социализма поскольку вопрос там тоже есть поэтому на всем вот и обзор и собственные соображения по поводу того значит в какой точке мы находимся и какой у нас перспективы я заканчиваю до создания Коминтерна я думаю еще далеко но двигаться в этом направлении мы обязаны переходим к вопросам пожалуйста Иван Михайлович я вам со свойства на мне партийной премистры докладываю что в Греции в том числе есть такое значит может быть даже древнегреческое понимание демократии потому что там народ ну как бы освоил методы выхода на улицы с флагами с митингами с речами с лозунгами и так далее то есть я видел многотысячные демонстрации по МЭ то есть это классовых наших сил и Компартии Греции однако я там же наблюдал многотысячные демонстрации пособ социал-демократов и даже когда речь шла о ликвидации в паспортах записи национальности и вероисповедания чего требует Евросоюз я видел много-много-много тысячные демонстрации православных греков соответствует с попами во главе с хоругвами и так далее но значит если вы говорите о последних выступлениях то это были прежде всего выступления значит а классовых сил в том числе большие выступления пошли крестьян Греции и так называемых самозанятых фермеров они выступают против тех мер правительства Сиризы то есть радикальных левых которые пришли к власти под левыми но не революционными а радикальными лозунгами выхода из Евросоюза отказ уплаты долгов и так далее сегодня проводят реакционную политику наступая на социальные права граждан и прочее прочее в том числе пенсионные дела в том числе социально-страховые дела в том числе сокращение рабочих мест и прочее вот во всех этих мероприятиях участвует Компартия Греции выступления товарища Куцумбуса и информационные бюллетени смотрите на сайте РКРП все висят в том числе за вот эти последние дни еще вопрос пожалуйста со стороны России кто входит в список Солиднет и в рабочую группу можно отточнить от российских понятно от России входит в состав Солиднет значит Российская Коммунистическая Рабочая Партия первая вошла КПРФ следом примкнула дальше КПСС входит в состав этого дела и нет России от Украины наши друзья с которыми мы работаем в организационном и идейном единстве Союз Коммунистов Украины КПУ тоже входит в рабочую группу входит РКРП и КПРФ еще вопрос нет вопрос спасибо кто желает выступить принять обсуждение доклада мне хотелось бы сказать что очень обстоятельный и выверенный и к этому можно мне кажется добавить только один момент что как показывает история в том числе та которую он изложил для того чтобы создать коммунистический интернационал конечно нужно заниматься теорией конечно нужно вести пропаганду конечно нужно изучать 운� Wall Street марксинку п Convers Michaels альянсу но для создания коммунистического интернационала нужны формулилонга чтобы был новый коммунистический интернационал нужен новый подъем рабочего движения кон congregения обсуждения баллов lee коммунистический интернационал не создашь. И поэтому, конечно, мы должны делать ставку на это прежде всего, и понимать, что дорога к новому коммунистическому интернационалу, в том числе со стороны российского рабочего класса, российского коммунистического движения, лежит через развитие нашей основной классовой борьбы за советскую власть в России. Больше желающих не было, поэтому заключить на слово. – Нет, можно? – Пожалуйста. – Будет приворочиваться плохо. – Чуть. – Одна рука была. Творец, я хотел бы одного только вопроса коснуться в отношении… – Возьмите, возьмите, потому что в эфире ведущие телеканалы снимают. – Начать, да? – Хотел бы коснуться вопроса о Китае. В своем очень хорошем содержательном докладе Виктор Аркадьевич нам сказал, что Китайская коммунистическая партия, к сожалению, не участвует в солидарной международной линии коммунистических партий. Я сейчас занимаюсь подготовкой, значит, сообщений по Китаю. Начал уже это сообщение, продолжаю, значит, его как-то углублять, для себя выяснять. И вот интересная вещь открывается. Причина гибели Советского Союза. В китайской печати появилось утверждение, что сближение китайского руководства с американским в 70-е годы послужило причиной гибели Советского Союза. Потому что Советский Союз вынужден был тратить 70% своего бюджета на военные нужды, держать миллионную армию в Монголии и на Дальнем Востоке. И в этих условиях именно позиции китайского руководства... Вот мне Виктор Аркадьевич дал книгу Барышева, да. И я ее просмотрел, и в этом вопросе. К сожалению, товарищ Барышев, он дипломат, значит, такой квалифицированный и очень умелый. Он в радужном свете представляет линию КПК. Но эта линия радужной не была. Была кровавая война с Вьетнамом в 79-м году. Был Даманский и жилом в школе. Сейчас сближение с Соединенными Штатами, которые ведет Си Дзяньпин, я думаю, самыми неблагоприятными последствиями для коммунистического движения в мире. Вот это мне хотелось сказать. Верните микрофон. Ну, давайте. В письмо содержательном докладе Виктора Аркадьевича не прозвучал, я не услышал, по крайней мере, ответы на вопрос о причинах прекращения деятельности третьего коминтерна. Поэтому, значит, видимо, вопросы преемственности должны тоже быть в поле нашего зрения, внимания. И на самом деле Советский Союз был основой КПСС, основой коминтерна, ВКПБ, точнее, тогда. И, значит, многое зависит от того, кто будет возглавлять эту организацию, пока гипотетическую, в будущем. И пока мы не приблизимся к единству внутри нашей страны, на территории СССР, коммунистическому единству, я думаю, трудно рассчитывать на то, что мы от этой организации получим какой-то прок. Ну, если, конечно, Вьетнам не возьмет на себя. Поэтому, значит, я хотел поделиться нашими небольшими усилиями по объединению коммунистов, после того, как наша часть КПСС вышла и организовала самостоятельную партию, издающую центральный орган газету «Ленинский путь». Мы пошли по пути двойственных союзов, множественных союзов. И в одном из номеров нашей газеты провозгласили целесообразность советского коминтерна. То есть, допуская различия партий, взглядов и существования различных партий на территории СССР, все-таки сближаться и объединяться. Ну, не могу сказать, что мы предприняли неимоверные усилия в этом направлении, но опыт общения с ВКПБ Ниной Андреевой, с другими организациями, показал, что этот путь практически не реализуем. Единственный путь, который, на мой взгляд, достоин внимания, это на основе анализа природы этих многих множественных партий, называющих себя коммунистическими, возникших на территории СССР, из коммунистов, вышедших из СССР, и из КПСС, практически все, кроме самых молодых, никогда не удастся создать единую партию, ввиду различия идейных взглядов, организационных и вартийских амбиций большинства лидеров. Единственный путь, который нам представляется перспективным, это возвращение в ту КПСС, которая была на момент ее запрета. Ее в настоящее время представляет большевистская платформа в КПСС, руководимая Татьяной Михайловной Хабаровой. И идеологией этой платформы, если коротко совсем говорить, является советский патриотизм, как современная форма диктатуры пролетариата. Попытки выступать на эту тему в аудитории, они были немногочисленны, показали, что терминология практически не воспринимается современными коммунистическими теоретиками, хотя, на мой взгляд, это единственное правильное направление. Спасибо за внимание. Если вы не возражаете, поскольку это все-таки учебное мероприятие, разрешите мне раздать материалы. Ну и оставьте на выходе, или встаньте на выходе, когда пойдет. Последний выступающий заканчиваем, пожалуйста. Я просто, маленький вопрос. За много лет мы привыкли словом «маоизм» встречать в штыке. Ну просто не то, что в штыке, а просто в голове. Вот микрофон. Микрофон здесь. Что? Микрофон. Давайте, давайте. Но изменилась ситуация абсолютно, и мне кажется, мне трудно судить, но мне кажется, что «маоизм» — это отнюдь не враг, и не антисоветское, и не антикоммунистическое движение. «Маоизм» — это ветвь коммунистического движения, и «Мао Цзэдун» — это великий, так сказать, вообще говоря, вождь китайского народа. А то, что сегодня происходит, ну это просто рядовой капитализм. Ну просто повернули, ну просто пошли, ничего особенного. Я хочу сказать, что вот это преодолеть, если я прав, может, я не прав? Мне кажется, это надо преодолевать. Мы приучились в течение десятков лет. Ну просто ненавидеть «маоистов». Ну это неправильно. Ну, Маокседут такую политику вел. Никакую нормальную говорить. Коммунистическую. Спасибо за субтитры. Мы заканчиваем с отступлением, давайте. Так, во-первых, всем спасибо за внимание и за высказанные мысли, да? Во-вторых, значит, представляю тем, кто не знает, Сергей Сергеевич Хвощев, который выступал в последнем, профессор, доктор, но заслуги его перед нашим движением прежде всего в том, что на сайте РКРП вот все обзоры ситуации в международном коммунистическом движении и по странам готовятся им с обзором разных всяких сайтов, источников интернетовских, благо он английским языком владеет и даже некоторое время провел в логове мирового империализма, но это его не испортило, так сказать. Да он камин пал. Ну, конечно. Это раз. Второе. А где это логово было? Какой город в Штатах? Ну, я не в одном был. Ну, в Нью-Йорке. Ну, в Нью-Йорке, в общем-то. Так, второе. Вот относительно, значит, перспектив, что ли, объединения всяких разных, это то, что вот высказывал товарищ Харламов, да, и так далее. Знаете, вот был такой один маленький случай, как это самое, товарищ Ким Ирсен в своих воспоминаниях пишет, когда они боролись за создание марксистской партии на полуострове, корейской вместе с Манчжурией тогда было, что и при всем при этом, вот мы все пытались, так сказать, соединиться, объединиться, но образовалось еще порядка 14 групп, каждая из которых объявила себя марксистской, каждая вырезала себе печать из картошки, и каждого и отребовала приемов комментариев. Поэтому это вот такая болезнь на этих этапах, она, к сожалению, может быть неизбежна, ей надо переболеть или чего-то, но главный выход из всего этого, значит, вот видите на вопрос, а мы-то что должны делать? Ну что там, в конце концов, в мировом коммунистическом движении, как будут вот эти силы, значит, складываться, как там соотношение, от нас не очень с вами, зависит, но не столько много, а вот мы здесь на своем, так сказать, участке фронта и так далее. Я думаю, что ответ этот лежит в истории образования первого интернационала, потому что этот интернационал носил название Международное товарищество рабочих, потому что коммунистическая партия, если она не имеет связи, не имеет влияния в рабочем движении, ну и что там, ну таких много, таких масса, таких черт знает что, как пишут наши читатели, что другого пути-то нет, только с рабочим классом слиться, если сумеем мы там чего-то организовать и вывести, а другой путь для нас уже закрыт, путь в оппортунизм нам уже КПРФ в главе с Дюгановым перекрыл, и туда и нечего соваться. Поэтому, конечно, значит, это направление, оно и самое перспективное, и единственное возможное. И в этом плане та форма, которую вот мы со многими здесь сидящими выработали и двинули, форма объединенного трудового фронта, российского Родфронта, это та перспектива и то направление. А в сентябре, кстати, выборы предстоят здесь, в Питере. И вот нам попробовать выйти наряду с всякими разными партиями здесь, вот этим трудовым фронтом, вот это задача, которая достойна того, чтобы сказать, вот мы продолжаем, не каких-то там набрать вип-персонную, значит, артистов, профессоров, политиков, а вот постараться сагитировать, уговорить, объяснить заводосфаб и профсоюзных активистов, что давайте построим отрод. И набрать надо подписи, кстати, там, 18 тысяч для того, чтобы быть зарегистрированы, выйти и сказать, что думаем. А может и провести своего представителя, значит, в этот буржуазный парламент, чтобы иметь там гвозь и чтобы было удобнее потом разогнать его к чертовой матери. Вот это, как бы сказать, местная задача, но тем не менее. Ну, а в качестве ближайших, разрешите поздравить товарищей офицеров, сержантов, старшин, батросов, и вообще всех советских людей с наступающим праздником, днем рождения рабочей крестьянской Красной Армии, пригласить на митинг короткий, который состоится у памятника Чапаеву в станции метро Политехническая, без 15-12, там сбор на выходе из метро, а дальше строим к Тачанке. Это 23-го числа, да? Это 23-го числа, да, по этим самым делам. Значит, с наступающим праздником, всем спасибо за внимание, всего доброго. Продолжение следует...